ребята всем привет наконец-то мы спустили мои сокровища с чердака ну я тут уже некоторые игрушки или фигурки убрала уже так как они мне уже нужны были а так вот все что у меня есть все сокровища находятся здесь затем мне кажется еще осталось кажется три таких в контейнеры наверху еще у меня остались игрушки наверху так что есть у меня много всего и буду с этого много всего все перебирать и смотреть что мне в этом году понадобится да я как-то все сортировала но она как-то уже все не посортирована стала а здесь у меня находятся такие вот более все в розовых оттенках или в серебряных оттенков вот эти вот игрушки я использовала в том году на елке все стекла я люблю просто даже без всяких там каких-то причуд да и поэтому у меня много таких шаров и у меня также были вот такие вот дешевые шары я использовала тоже на улице где я использовала базу я их складывала тоже они хорошо подходили в этом году я даже их могу перекрасить наверно посмотрю и серебряные шары тут тоже вот эти вот стеклянные вот эти вот стеклянные они мне очень нравятся а вот это вот пластмасса но я тоже хочу заменить как тата на стекло затем там еще тоже серебряные всякие также вот такие блески вот этот вот контейнер мне наверное в этом году не понадобится кроме вот таких вот больших шаров а затем здесь еще один контейнер тоже такой красивый контейнер это тоже розовые шары тоже не понадобится розовая елка которую я делала она сохранилась мне ничего не стало и когда-нибудь я ее опять буду применять в рождественском декоре вот дело вот такие вот шишки в том году они мне тоже сильно нравится затем там какие-то фигурки тоже буду пересматривать смотреть что мне надо что мне надо ну как не надо мне все нахты всегда ну что я буду в этом году использовать вот такая даже не знаю куда ее покупала для света мама не красила они стекла и стекла жалко игрушка выкидывать его тех переброшу им наверное уже года 22 вот как мы в германию приехали вот это были наши самые первые игрушки видите и одна игрушка только добилась здорово хочу чтобы они остались затем был вот такой еще ящик тут всякое барахло и для календарей все потом да потом я какие-то шары привозила с собой еще не дошло то время когда буду вот в таких оттенках елки наряжать но мне просто этот цвет понравился мне этот шар понравился поэтому я его купила и чтобы он не уже это все стекло это тоже стекло затем какие-то подсвечники тоже красным цветом и в этом году мне не понадобится для стола какие-то скатерки вот такие шары затем вот это наверное правда была такая вот покупка которая не нужна вот такие две игрушки и вот две игрушки но я их еще никогда не открывала но открывала но никогда еще не не использовала в декоре потому что я не знаю не для меня сильно огромный я не знаю куда их приспособить затем у меня еще есть вот такой вот контейнер здесь уже находится как бы все новое что все то что я покупала в этом году здесь свечи также здесь какие-то фигуры сладкие сразу же так вот эти фигуры у меня уже несколько лет я говорю вот это вот наша стеночка вот это наш степочка так смотрите он я даже забыла про неё в том году покупали и вот эта фигурка свечи так все что здесь есть да наверное не будет шоку тут тоже фигуры тоже свечи видите какой сладкий снеговик здорово выглядит сладкий снеговик окей так здесь мороза у меня еще есть ой какой сладкий дед мороз затем вот это хотела вообще в том году это сладко подсвеченцу тоже хотела это сладко так нет так и вот это еще тоже огромный меня для стола какие-то зачем у меня тоже вот такой олень есть вот эти смотрите какие сладкие красным цветом но в этом сезоне подходит моя любимая звезда которая у меня уже не знаю сколько лет в этом году она не будет присутствовать в декоре так посмотрите что у меня есть правда же красивая елка здорово выглядит я про нее даже совсем так елка также вот такая вот бутылка мне в том году ее дарили затем все понадобится в декор олень такой вот полу золотой почему-то здесь находится игрушку я наверное покупала посмотрите что у меня еще есть я люблю вот такие вот шары когда снег идет тоже вот здорово выглядит но в этом году серебро не подходит чуть-чуть разбила свою звезду ну к счастью не даже домик есть посмотрите какой у меня есть домик здорово выглядит и он светится вот его наверное я вот мне такой же который дед мороза я маме подарила я себе тоже покупала ну я наверное его опять маме отдам я у маме его разбила поэтому вот это тоже моя любовь была в том году купила ее новую шишка перламутровая в этом году я ее ставлю вот такая вот классная елка а сейчас находятся они прям золотые смотрите девочка здорово какие они сладкие просто сладкие-пресладкие смотрим дальше в том году моя любовь вот такая вот классная елка смотрите правда же классная елка вот у меня еще оказывается вот такая звезда была но это тоже новая серебряная в этом году она тоже не подойдет здорово выглядит красота здесь находится еще одна вторая такая елка только он золотой елкой тоже мне нравится и в этом году я его специально буду в декоре использовать также я покупала в том году еще вот такие вот блески розовые и серебряные но они мне в этом году не понравились они понадобятся а и вот золотые здорово есть не надо покупать также я уже давным-давно присматривалась под таким вот лошадкам и наконец-то у меня появилась такая лошадка она такая вот довольно таки массивная большая я ее в том году купила в магазине дипо на распродажу и она вот хорошо будет вписываться так как она такая вот золотистая лошадка здорово выглядит и буду очень рада использовать дикой и еще и в том году купила только я пожалела что конечно для пачки всего купила вот такие вот шары они из стекла и не такие вот как бы переливаются всего две пачки 6 большие маленькие 4 больших было бы здорово если я немного попозже пила я просто не думала что я хочу в этом году сделать черный оттенок или как бы черный цветовую камушку вот все вам показала ну конечно новая немного тщательный показала а старая так вот быстренько вот с этого всего мы будем декорировать наш дом смотреть что с этого выйдет и вот так вот закончилась наша прогулка с фабианом и опять забежали в какой-то магазин просто проходили и нам же надо зайти посмотреть и зашли посмотрели и купили я не знаю как это очень вот такие вот сладости это мне кажется турецкие сладости у нас они у нас вот в таких вот дешевых магазинах не всегда продаются только когда есть акции и вот сейчас в магазине где она была в норма была акция и они вот продавались даже не акция а неделя вот таких вот товаров мы купили они ура 79 стоили да здесь 10 штучек очень особенно на работу собой хорошо затем купила вот для вот туалетом такие таблетки кидаешь внутрь я вам уже показывала и прям чисто туалет становится это какая-то огромная пачка xxl пачка и она запахом лаванды мне кажется будет классная двадцать две таблетки стоили ойра 99 довольно таки дешево купила какую-то новую лапшу это лапша для лазаньи я часто готовлю раз лазанью в разных вариациях решила вот такую вот лапшу пласты вообще купить попробовать наверно тоже вкусно какая-то новинка и совсем дешевая 99 центов 500 грамм стоит другая немного подороже например от барыла и другого фирмы и нашла вот такие вот огоньки мне не так приглянулись совсем такие миленькие ничего не видно тут как бы цепочкой на этой цепочке такие вот маленькие выемки не будут светиться стоило это все 249 три года на них гарантия и они мне кажется на батарейке да на батарейке и тут 20 как бы таких вот лампочек которые будут светиться обязательно пригодится для расчистка вот так вот прогулялись мы и опять зашли и деньги потратили на сегодня я буду с вами прощаться вам желаю всего хорошего уже до новых встреч пока пока